Дюжина Корги каждый день встречает посетителей одного из кафе в столице Таиланда. За 11 долларов в час собак можно погладить, сфотографироваться с ними и пожать им лапу в обмен на угощение. По словам клиентов, поход в кафе не только поднимает настроение, но и помогает лучше познакомиться с породой тем, кто хочет завести щенка. Сиднейский зоопарк представил публике трёх детёнышей редкого суматранского тигра. Две самки, чьи имена в переводе с индонезийского означают «роза и полночь» и один самец по кличке «лучник» появились на свет 17 января. Суматранский тигр считается видом, находящимся на грани исчезновения. В дикой природе их осталось меньше 400. Мара и Гибсон, детёныши морской выдры или калана, которых в марте спасли зоозащитники у берегов Калифорнии, нашли новый дом. Им стал аквариум Джорджии в городе Атланта. Малышам, которых унесло волну от берега, грозила гибель. Аквариум Джорджии выбрали для них домом за возможность круглосуточно заботиться о детёнышах животных этого вида. 12 ламантинов выпустили в минувшие выходные в дикую природу в бассейне реки Амазонки в Бразилии. Все животные, возраст которых составляет от 3 до 16 лет, были жертвами незаконного отлова. Это одна из крупнейших партий освобождённых ламантинов, состоящая из семи самок и пяти самцов. Длина каждого из них составляет около двух метров, а вес – порядка 120 килограммов. Два медведя-предсказателя из зоопарка Красноярская проголосовали на выборах президента Украины. Бурый Буян достаточно быстро обратил внимание на тыкву с портретом нынешнего лидера страны Петра Порошенко. А белой медведице Авроре приглянулся кусок сала с фотографией комика Владимира Зеленского. Насколько можно верить этим предсказаниям, пока не ясно. В прошлом оба зверя уже делали ошибочные прогнозы.